Здравствуйте! Мы находимся возле юки нитчатой, или как еще называют этот цветок, дерево счастья. Растение имеет тропический вид. Вот такие длинные листочки, как шпажки. Длина от 50 до 60 сантиметров, ширина от 3 до 5 сантиметров листочка. На листочках ниточки, почему юка называется нитчатая, вот такие ниточки. Свисают с листочков. В Соединенных Штатах эти ниточки, то есть волокна, используют при производстве джинсов, а также и используют при производстве канатных веревок и бумаги. Высота самого цветка около двух метров. Вот по стволику идут ответвления, на которых располагаются колокольчатые цветочки. Белого, слегка кремоватого цвета. Этот цветок относится к вечно зеленым цветам, так как листочки и зимой не засыхают, не пропадают, а такие же красивые остаются. Относился изначально цветок к семейству лилейных, затем агаловых и вот сейчас его относят к семейству спаржевых. После посадки, при хорошем уходе, юка зацветает на третий год. Юка выдерживает кратковременные морозы до 30 градусов. И чтобы этот цветок радовал нас каждый год, нужно соблюдать несколько очень важных правил. При посадке ямку нужно делать 80 сантиметров глубиной и 40 сантиметров шириной. На дно нужно ложить или битый кирпич, или камушки, обязательно должен быть дренаж, хороший дренаж. А также опавшие листья, можно песок с золой. Очень любит юка песчаную почву. Место для этого цветка нужно выбирать солнечное или слегка полутень. Юка не любит переувлажнение почвы, поэтому нужно ее поливать умеренно. При засушливом климате раз в неделю это будет достаточно, так как корни могут загнивать при частых поливах. Это очень важно. На третий-четвертый год вокруг цветка появляются детки. Вот такие маленькие отросточки. Их обязательно нужно отсаживать от основного цветка, иначе цветок может просто пропасть. И отсаживать их в другое место. Цветок не поражается практически никакими вредителями и болезнями. Удобрять его желательно раза два в сезон. Пока цветок молоденький, можно использовать комплексные минеральные удобрения. А когда уже корешочки окрепнут, можно использовать уже и органику. Свою юку я зимой не утепляю и ничем не укрываю. Так как у нас климат более мягкий, я только связываю все листочки, чтобы их не потрепал ветер, снег, дождь. И слегка засыпаю опавшей листвой. Но если климат более суровый, то обязательно юку на зиму нужно укрывать любым укрывным материалом. Можно лутросилом или картоном, у кого что есть. Юка красиво смотрится на клумбе и как в одиночной посадке и в композиции с другими цветами. Выращивайте замечательную юбку. Субтитры сделал DimaTorzok